Здорово, майнеры, с вами Майнер. Один из подписчиков посоветовал мне посмотреть новый мультсериал про инопланетную жизнь. Царство падальщиков. Я глянул пару серий и мне понравилось. Об этом мультсериале, на моё удивление, знают довольно мало людей. И это печально, ведь сериал-то реально годный. Конечно, есть свои минусы в виде нелогичных моментов, как в поведении людей, так и животных. Но обычный зритель, а не биолог, как я, ничего не заметит. Но не суть в этом. Самое интересное в этом сериале, это жизнь. Жизнь на этой планете одновременно и очень похожа на нашу, и одновременно совсем не похожа. Ну а я, как спекулятивный биолог, не мог просто не разобрать биологию существ на этой планете. Поэтому заваривайте чаёк, готовьте бутер, присаживайтесь поудобнее, и мы погружаемся в мир царства падальщиков. Ну а перед началом, если вам интересна спекулятивная биология, вы хотите выкладывать контент по спекулятивной биологии, да и в целом смотреть его, то могу посоветовать вам сайт моего знакомого Микстру, Криаген. На нём уже около 30 пользователей, в числе которых и я. Поэтому, если заинтересовал, то чего ты ждёшь? Присоединяйся, ссылочка в комментариях. Первым существом в кадре является вот это существо. Да, и ещё, а названий у этих существ нету, и придумывать название им буду я сам. Вот это существо мы назовём обезбол, потому что когда один из героев вырезал ему бочину и залез ему в очко, животное не произнесло ни писка. Ну ведь точно под обезболом. Дальше чувак чё-то подёргал, поспускал и вышли два яйца. Ну или хз, что это, похоже реально на яйца, у которых зародыш. Дальше мужик чё-то херанул ботинком, кишки летят, мужик летит, блевотина лисит. В итоге знаете зачем были эти яйца? Чтобы использовать яйца как фонарик. Мужик ударил яйца друг об друга и они засветились. Но почему они засветились? Произойти это может по двум причинам. Первое это вещества, которые светятся при сильной тряске. Второе биоэллюминисцентные бактерии, которые светятся при опасности. Само существо выглядит как что-то среднее между собакой и ящерицей. Имеет костные наросты, маленький хвост и ушки. Кстати говоря, я заметил довольно странный момент у животных на этой планете. У большинства существ на этой планете есть огромный круглый хвост. Такой хвост мало того, что выглядит неестественно, так ещё и скорее всего не рабочий и мешает. Кто не знает, хвост у животных выполняет роль руля и балансира. А такой хвост во-первых довольно короткий, а во-вторых может быть слишком тяжёлым. По поводу хвоста я конечно не уверен, но если вы можете опровергнуть или подтвердить мои доводы, то напишите об этом в комментариях. Вторых существ в этом мультиме назовём чубриками. Из-за их размера. Питаются они по всей видимости падалью. Ведь когда мужик выкинул кишки обезбола на пол, чубрики прибежали и начали жрать эти кишки. Ну а на человека им было насрать. Из-за своего размера они должны быть групповыми животными. Ведь вместе мы сила, точнее они. Что по поводу строения тела, они выглядят как хамелеоны, которые умеют ходить на задних лапах. Большие глаза, большой хвост, ну и всё на этом. Единственное, возможно это не взрослые особи, а детёныши. Но подтверждения в этом я не нашёл, поэтому идём дальше. Следующее существо довольно опасное. Ведь оно как гопники с соседнего района. Готово пинать всех. Помидоры и роботы в том числе. Эти существа похожи на колпаки с ножками, поэтому мы назовём их колпаками. Самая заметная черта этого существа является три щупальцеподобных языка, нужные для манипуляций. Да не эти манипуляции. Существо покрыто бронёй, предположительно остеодермами, костными выростами, которые есть у броненосцев, крокодилов и других. Подтверждением этому являются шипы на броне. Конечности у существа шесть. Слабостью существа является громкий звук и какой-то газ. Предположительно оксид азота, выходящий из грибы подобного организма. Этот газ обжигает, из-за чего и отпугивает существа. А у самого гриба, видимо, есть иммунитет к этому газу. Ещё одна интересная черта существа на этой планете является быстрая регенерация. Когда героиня сделала чик-чик по ногам колпака, порезы мгновенно регенерировались. Также у меня есть догадка, что языки колпаков являются осязательными органами. Это видно по его размашистым движениям. Это называется респиратор, его прям так и называют в мультфильме. Респиратор это организм, похожий на что-то среднее между рыбой и осьминогом. Организм это находится в тёмном уголке под деревом. По названию, я думаю, понятно, как этих существ используют герои, а именно как респиратор. Мы можем видеть, как маленькие щупальца попадают в нос и каким-то образом обеспечивают человека кислородом. Боже, что за пиздец? Да, я уже говорил, что вы не заметите ничего странного, так вот, забудьте. Дальше герои летят токсичную пещеру, чтобы достать деталь для устройства. Токсичная пещера, видимо, не просто так, а потому что грибы, они испускают какие-то газы, которые работают как нарк... Кх-кх-кх. Также эти грибы опасны тем, что они могут прорасти внутри себя. Конечно же, если ты там останешься надолго. И это даже чуть не произошло с одной из героинь. У неё сломался респиратор, и она чуть не умерла там. Но благо у неё был новый организм, который работает как шарик. Эй, боже, что за пиздец. Новый организм мы назовём шариком, потому что когда ему засовывают в глотку руку, она надувается как шарик и поднимает человека в воздух. Могу предположить, что это защитная реакция и существо так спасается от опасности. Но каким образом оно так надувается и поднимает даже человека в воздух? Как мы знаем, при переваривании пищи могут выделяться лишние газы, которые могут, в принципе, и найдуть существо, что оно аж поднимет человека в воздух. Также причиной могут быть бактерии, которые размножаются в организме. Возможно, бактерии и организм находятся в симбиозе, поэтому они таким образом могут надуваться. Так, на шарике всё, да и в принципе на существах всё, их почти не осталось. Были, конечно, пару существ, но о них разбирать практически нечего. Ну что ж, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Майнер, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok